Здравствуйте! У нас урок русского языка и с вами Екатерина Зеленская. Тема нашего урока правописание согласных в корне слова. На одном из уроков мы с вами говорили о слабых и сильных позициях согласных. В слабых позициях звонкие согласные могут оглушаться. Например, в слове зуб, звонкое Б звучит как П. Или в слове травка, звонкое В звучит как Ф. И наоборот, глухие в слабых позициях могут озвончаться. Например, в слове вокзал, глухая К звучит как Г. Или в слове молодьба, глухая Т звучит как звонкое Д. Как это происходит и почему, мы с вами уже обсуждали. А сегодня мы обсудим с вами, как правильно написать согласные в корне слова. Итак, правописание согласных в корне слова. Сильная позиция для согласных – это положение согласного перед гласной или перед сонорной. К сонорным у нас относятся Л, Н, М, Р и краткий. Когда согласная стоит в сильной позиции, она звучит отчетливо. А значит, чтобы проверить правописание согласной в корне, нам нужно подобрать однокоренное слово или изменить наше слово так, чтобы после нашей сомнительной согласной стояла гласная или сонорная. Например, в слове пруд мы не слышим Д или Т. Подбираем проверочное слово так, чтобы после нашей сомнительной согласной стояла гласная, пруды. И здесь мы уже отчетливо слышим согласную Д, а значит, в слове пруд мы напишем букву Д. Или, например, в слове узкий мы слышим С. Проверочное слово УЗОК. И теперь мы отчетливо слышим согласную З. А значит, слово УЗКИЙ мы напишем через З. БРАТ. Д или Т. Подбираем или меняем форму слова так, чтобы после него стояла гласная. Нет кого? БРАТА. И здесь мы уже отчетливо слышим Т. Значит, слово БРАТ пишется через Т. ЗУБ. ЗУБЫ. ГРИБ. ГРИБЫ. ТРАВКА. ТРАВИНКА. И так далее. Те слова, согласные в корне которых мы не можем проверить, мы должны запомнить. Например, слово КОСМОНАФТ. ВОКЗАЛ. И так далее. Также это правило нужно применять при проверке непроизносимой согласной в корне. В таких словах, как СОЛНЦЕ, СЕРДЦЕ, СЧАСТЛИВЫЙ, ТРОСТНИК. Мы тоже можем применить данное правило. Значит, для того, чтобы понять, есть непроизносимая согласная в корне или ее нет, мы должны подобрать проверочное слово так, чтобы после этой согласной звучало гласное. И тогда мы отчетливо услышим, есть она или ее нет. Например, для проверки непроизносимой согласной в слове СЕРДЦЕ мы можем подобрать слово СЕРДЦЕЧКО, где мы отчетливо слышим нашу непроизносимую согласную Д. Или, например, в слове СОНЦЕ мы подберем проверочное слово СОЛНЫШКО. Для слова ТРОСТНИК мы можем подобрать слово ТРОСТНИКО. Для слова ВЕСТНИК мы можем подобрать слово ВЕСТОЧКА и другие. И наоборот, для того, чтобы понять, что в слове НЕТ непроизносимого согласного, мы также должны подобрать проверочное слово. Например, в слове УЖАСНЫЙ мы должны проверить, есть ли там Т или ее нет. Мы подбираем слово УЖАСЕН, и мы видим, что никакой непроизносимой согласной в слове УЖАСНЫЙ нет. Давайте решим тест. В каком слове пишется ЗВОНКИЙ СОГЛАСНЫЙ? А. ПРОЗЬБА. Б. МОЛОДЬБА. В. СВАДЬБА. Г. КАЗЬБА. Чтобы узнать правильный ответ, нам нужно подобрать проверочное слово так, чтобы после нашей согласной шла гласная. Слово ПРОЗЬБА, проверочное слово ПРОСИТЬ, значит, пишется БУКВА С. МОЛОДЬБА. ПРОВЕРОЧНОЕ СЛОВО МОЛОТИТЬ, а значит, пишется Т. СВАДЬБА. ПРОВЕРОЧНОЕ СЛОВО СВАДЕБНЫЙ, а значит, пишется Д. КОЗЬБА, проверочное слово КОСИТЬ, а значит, пишется С. Правильный ответ В. СВАДЬБА. Давайте решим еще один тест. В каком слове нет непроизносимого согласного? А. ХВАСТЛИВЫЙ. Б. ПРЕЛЕСТНЫЙ. В. УЖАСНЫЙ. Г. ДОБЛЕСТНЫЙ. Чтобы узнать правильный ответ, нам тоже нужно подобрать проверочное слово. ХВАСТЛИВЫЙ. Проверочное слово ХВАСТАТЬСЯ, а значит, в слове ХВАСТЛИВЫЙ есть непроизносимый согласный Т. ПРЕЛЕСТНЫЙ. 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 ПРЕЛЕСТЬ. И здесь тоже есть непроизносимый согласный Т. УЖАСНЫЙ. Проверочное слово УЖАСЕН. И здесь мы видим, что никакого непроизносимого согласного здесь нет. Доблестный – проверочное слово «доблесть», и здесь тоже есть «т». Правильный ответ – ужасный. Давайте подведем итог. Для проверки правильного написания согласный в корне мы должны подобрать однокоренное слово или изменить слово так, чтобы наше согласное стояло перед гласной, то есть в сильной позиции. Например, «зуб» – зубы, «молодьба» – молотить, «сладкий» – сладок и другие. Для проверки непроизносимой согласной мы также должны подобрать проверочное слово, чтобы наше согласное стояло в сильной позиции. «Солнце» – солнышко, «сердце» – сердечко, «вестник» – весточка и так далее. На этом мы заканчиваем. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok